Перед началом праздника они волнуются как школьники. Одни повторяют концертный номер, другие поправляют поделки, которые сделали из природных материалов своими руками. И это в то время, когда у каждого за плечами огромный опыт участия в таких мероприятиях. В клубе «Оптимист» мы с женщинами уже ходим 7 лет. Там очень много разных тем. Мы находим себя, потому что мы ходим на экскурсию, мы беседуем, мы играем в разные игры. У нас бывают и песни, и танцы, и спортивные мероприятия. И вот сегодня, когда пригласили нас сегодня участвовать на конкурсе, мы с удовольствием это все выполнили. В фойе Дворца культуры, где проходил конкурс «Буйство красок» эту красоту создали сами участники. Самое яркое впечатление осени – это вы. У нас было замечательное лето, но не было еще пока ни одного хорошего дня осени. И вот столько красок, сколько я здесь увидела, я правда, мягко говоря, обалдела. Поэтому мне бы хотелось сказать вам огромное спасибо, что вы делаете такие праздники. В конкурсе «Дары осени» принимают участие 4 команды. Это ветераны Нижесалдинского металлургического завода, Научно-исследовательское института машиностроения, Городского совета ветеранов и клуба «Оптимист». К мероприятию они готовились основательно. Это становится понятно сразу после первого испытания, которое называется «Приветствие». Удачницы, удачницы, наш девиз – урожаем, мы гордимся, поем, танцуем, веселимся, бодрые и смелые, хозяюшки умелые. Уже на следующем этапе конкурса жюри само выходит к участникам оценивать множество поделок, выполненных вручную. И в некоторых случаях поделки приходится не только смотреть, но и пробовать. Дайте валенки, валенки дайте. Это уже из моркови. Попробуйте все. Попробуйте жевачки, я с новым производством. Зуба надо замочить. Не надо, зуба надо замочить. А вот команде от завода, своего стола, за которым они сидели, места для поделок явно было мало. Результаты их творчества едва уместились на двух стендах. Это за свои девочки. Вот девочки все, которые заберем, пожалуйста, по-моему, девочки, поясы. Вот тут договариваются болезни. Вот, пожалуйста, и вот, что вам, и срочное. Можем попробовать? Сети мароколовные. Сети мароколовные. В совете у нас 15 человек. Каждый женщин. Нам объявили, что 21-го будет конкурс. И каждый из дома сегодня принесли утром. Это каждый. Индивидуальные поделки. Каждый ответственный. Каждый старается. То есть, все женщины, все умельцы, все молодцы. Ну, а если поделки из даров осени стали козырем у команды ветеранов завода, то команда ветеранов Неймаш украсила свой следующий конкурс, который назывался «Театральная постановка». Для всех гостей и участников конкурса была проведена огородная экскурсия. А у самого забора две грядки у нас растут. А что там растет? Волк. Завезена она к нам в Россию в 18-м веке. Сначала даже ее цвета, не знаю, там свои шляпки и прически украшали. Сейчас у нас ее вторым хлебом зовут. Это... Картошка! Думаю, из овощей лучше всех картошек. Без нее не сваришь щей. Я поешь окрошки. А вот что это за чудо? Стой, Южик, и в себе защитежи. Это... Капуста! Я позвастаюсь вам юстом. У меня размер шестой. Детки, кушайте капусту, чтобы грудь была большой. Каждый номер, каждое выступление срывало бурные аплодисменты зрительного зала. А он, кстати сказать, был заполнен до отказа. И это самая дорогая награда для людей золотого возраста. Ну, общение, конечно. Потому что, ну, у некоторых это действительно дефицит. Общение, подготовка, признание. Вот для человека же много значит признание. В нашем возрасте вообще общение и признание. Что, что мы... Не то, что мы никудышные какие-то уже совсем пенсионеры. Мы можем настроение создать. И создали. Ведь их оптимизму, энергичности и артистизму могут позавидовать даже молодые. Витаминов в нем не счесть. Значит, нужно меня есть. Витаминов в нем не счесть.